Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию первый выпуск новостей на русском языке в этом году. В эфире Курзомское телевидение в студии Татьяна Саксаганская. Встречи Нового Года в Венсполщане, как и другие жители нашей планеты, подходят по-разному. Кому-то нравится встречать Новый Год с семьей телевизора, кому-то хочется радоваться в большой компании. Например, вместе с другими горожанами на площади Лелос. Наступление Нового Года в Венсполсе отмечали и гости города. По традиции люди вспоминали яркие события уходящего года. Каждый год я приезжаю сюда на праздник города, на латвийский опрос шлягеров. Первый раз приехал на Новый Год. За музыкальное оформление в новогоднюю ночь отвечал Янис Бутелес и группа «Бригада». После торжественного обращения к собравшимся мэра Венсполса Айварса Лембрекса в небо взмыл салют. Причем в Венсполсе Новый Год встречают по местному времени в 12 часов 33 минуты 44 секунды. Погода в эту ночь была совсем не новогодняя. Дождь и туман мешали полноценно насладиться салютом. Но единение людей на площади позволило ощутить праздник в полной мере. Учреждение дошкольного образования «Пасока» было основано в ноябре 1987 года. До сегодняшнего дня в ней работало 10 групп, а сегодня в детском саду «Пасока» стало на одну группу больше. В первую очередь открытию новой 11-й группы рада администрация «Пасоки» – заведующая Марика Лемберга и заместитель заведующей Ивета Звергзене. По словам Марики, раньше помещение группы было пустым, а теперь оно современное и хорошо оборудованное. Очень позитивные. Я очень рада за это. За это все прекрасно, что у нас тут все вокруг, да, и что есть место маленьких детишек, детском садике есть место, где оставить маленьких детишек. Потому что, в принципе, если так послушается, родителям надо идти на работу, а таких маленьких нигде. Я очень рада. Мы чувствуем удовлетворение. У нас новая красивая группа. У нас есть возможность обеспечить три рабочих места. Это очень приятно. На торжественной церемонии открытия присутствовали представители Венсполской городской думы и управления образованием. Мэр города Айверс Лембергс отметил, что в последнее время в Венсполсе возник спрос на места в группах для детей раннего возраста. Образовалась очередь. Городское самоуправление немедленно взяло из-за решения проблемы нехватки мест. В двух детских садах Венсполса, Звайгзнета и Саулита осенью начали работу две новые группы. Теперь новая группа есть и в детском саду Парвенте. Такой большой бурный запрос. Это мы не ожидали. Но все равно мы в этом году, в учебном году, открыли две новые группы в начале учебного года. И сейчас вот третья новая группа. У нас остается на очереди примерно девять детей. Их можно разместить в детских садах, дополняя детей в уже существующих группах. Одиннадцатая группа начнет работу уже с завтрашнего дня. Сначала детей ждет период адаптации. Да, группа. В принципе, сегодня мы только гостим, а завтра уже начинаем работать. Придет первые пять детей, потом два дня они будут привыкать, а потом уже остальные три. И так пока мы всех возьмем. Новые группы радуются как руководство детского сада, так и родители малышей. Вместе с радостью присутствуют и волнения. Я вообще была очень приятно удивлена, что это новая группа. И что все такое красивое, все так уютно. Интересные игрушки, эмоции. Ну, в принципе, я думала, я буду переживать, но я спокойна. Потому что если что-то не получится, можно всегда ребенка забрать, отвезти по коже в сентябре. Место в садике останется. Но мне хочется сказать, что ему понравится, потому что он у меня очень активный. Любит играть с другими детьми. В принципе, это было одно из определяющих, почему я решила его сейчас так рано отдать. Ну, в любом случае, если что-то ему будет не нравиться, я всегда, у меня еще есть времечко. И я могу его всегда забрать домой, и дальше будем думать. Сегодня Аллан пришел вместе с родителями проводить в детский сад младшую сестру Юлиану. Это первый день, так что узнаем, как ей понравится. А родители довольны, что наконец-то сестра будет ходить в садик? Ну, мама, конечно, да, но мой отец весь в страхах, как говорит. Но он обычно сильнее волнуется с нее. Ну, а как думаешь, вообще тут деткам нравится? Ведь ты тоже как бы такой вот, ну, ребенок. Я в этот садик не ходила, я ходила в другой, но там тоже было хорошо. Вообще садик – это хорошо? Ну, я думаю, что это хорошо, ведь это то место, где дети могут повзрослеть, кое-что больше узнают перед самой школой. Градоначальник, совершив небольшую экскурсию по помещениям Пасаки, отметил необходимость отремонтировать спортивный зал. Но в целом, по его словам, детский сад Пасака неплохо оборудован. Сегодня у вас была такая экскурсия по Пасаке. Как вы оцениваете дела вообще у детского сада? Ну, хорошо, все, действительно. И мебель хорошая, и все обустройство, все, так что родители. С материалом, технической базы, все в порядке. Я не могу оценивать педагогическую часть, да, вот. Но отзывы как бы хорошие. И посмотрите, дети первые часы здесь проводят, они здесь чувствуют себя как дома. Ну, посмотрим, как будет, когда родители будут уходить. Мы обходили практически весь садик. И сейчас будем, Ленберг тоже заинтересован, да, что мы будем ремонтировать спортзал. Да, я полдеть. Это очень-очень приятно. В ноябре этого года Пасака будет отмечать свой 30-летний юбилей. Самое главное событие, наверное, юбилей. Осенью Пасаке исполнится 30 лет. Будет много мероприятий. Это большой праздник. Получается, группа подарок на Новый год и на юбилей? Можно сказать и так. В ремонт 11-й группы Венсполское городское самоуправление вложило 25 тысяч евро. А для ее работы проведены закупки на сумму 10 тысяч евро. Татьяна Шаховская, Эдгарс Индриксонс, Курзамское телевидение. С 2014 года у Венсполской музыкальной школы нет своих помещений. После того, как состояние здания, в котором размещалась школа, было признано аварийным, занятия стали проводиться в нескольких временных помещениях, расположенных в разных местах города. За несколько дней до наступления Нового года состоялось долгожданное событие – подписание договора о строительстве нового здания Венсполской музыкальной школы. Проект предусматривает и акустический концертный зал в помещениях школы. Венсполское музыкальное училище – это самое крупное учреждение образования культуры, находящееся в ведении Министерства культуры. В музыкальной школе учатся около 500 воспитанников и работают около 100 педагогов. С начала 2014 года занятия в музыкальной школе проходят во временных, не приспособленных для этого помещениях. Подписанный 28 декабря договор о строительстве предусматривает создание нового здания Венсполской музыкальной школы с функциями концертного зала. Казалось, что это нереально, но все произошло. Внутри одновременно царят и покой, и стресс. Теперь мы берем на себя огромную ответственность, как все довести до реализации. Очень много интересных архитектурных деталей, которые требуют серьезного авторского надзора. Наверняка что-то придется менять, решать все на месте. Форма очень сложная, нетипичная, нетрадиционная, уникальная. И сам процесс создания будет таким, какого в Венсполсе еще не было. В открытом конкурсе на строительство и надзор победили объединение фирм «Меркс и Остас Целтникс» и фирма «Л4». Работы по строительству начнутся в ближайшее время. Работы начнутся в январе, во второй половине, в начале февраля. Что-то уже будет происходить. Все на отведенное под строительство концертного зала было осознанно оставлено нетронутой. Там только подведены инженерно-технические сети. Строительная площадка будет огорожена, а площадь останется такой, какая она есть. Конечно, несколько лет придется потерпеть. Года два – три. 11 лет назад, в 2005 году, на Международном пленэре архитекторов была разработана идея благоустройства площади Лейлась. В конкурсе стартовали девять команд архитекторов. Лучшие признали совместную идею эстонского и немецкого бюро. В свою очередь, в 2013 году началась реализация проекта благоустройства территории площади Лейлась. А в 2015 году, в рамках второй очереди проекта, началось строительство фонтанов «Регат Валзевс». В начале 2015 года был заключен договор о разработке проекта строительства здания Венсполской музыкальной школы с функциями концертного зала. Договор заключили с архитектором из Германии Дэвидом Куком и латвийскими проектировщиками. Концепция самого зала не изменилась. Изменилась концепция помещений вокруг зала. Там будет размещаться музыкальная школа, поэтому планирование внутренних помещений изменилось. Но удивительно, что удалось сохранить план зала и вестибюля. В зале будет около 600 мест. Коэффициент полезного действия зала должен соответствовать городу, в котором он расположен. Эти цифры, я считаю, правильные. Средства на строительство найдены. Европейский фонд регионального развития выделяет 85%, государство – 3%. В рамках конкурса на строительство пассивного здания за счет эмиссионных квот удалось привлечь 15 миллионов евро. В конце года было получено подтверждение выделения на строительство школы почти 11 миллионов евро. Педагоги и учащиеся с нетерпением ждут переезда в новые помещения. Да, трудновато ходить по четырем помещениям. Перемены не очень длинные, чтобы всюду успевать. Когда школу построят, я закончу 9 класс, насколько я понимаю. Судя по проектам, которые я видела, школа будет большая, красивая, с концертным залом. Надеемся, что будет действительно красиво, и мы сможем там давать концерты. Концертный зал имеет большое значение в жизни музыканта. Мне кажется, что атмосфера концертного зала влияет на то, как музыкант выступает. Пока у школы нет своего здания, занятия проходят в нескольких временных помещениях. Работы по строительству музыкальной школы начнутся уже в этом месяце. В декабре клиенты дома социального ухода СЭЛГа получили рождественские пособия. Кто-то сразу же отправился за покупками в город, но далеко не все жильцы пансионата выезжают в центр. Зимой кто-то вовсе не выходит из помещения и довольствуется лишь праздничными концертами, которые проходят в стенах СЭЛГи. Мы смотрим телевизор, тут у нас есть помещение, где мы все вместе собираемся его смотреть. Такие есть на каждом этаже. У кого-то телевизор есть в комнате, они смотрят там. 140 клиентов – это достаточно много. Как известно, у нас образовалась очередь. Сейчас пансионат загружен. Есть несколько свободных мест, о которых известно социальной службе. Социальная служба следит за этой очередью. А вам известно, сколько людей сейчас стоят в очереди? Около пяти человек. Я знаю, что места ждут и несколько людей из Венсклского края. Раньше здесь преимущественно жили люди, у которых не было родственников. Теперь эта ситуация изменилась? Да, действительно, у последних шести клиентов, которые приехали в Дом социального ухода, есть родственники, которые оплачивают услуги. Но преимущества имеют одинокие пожилые люди. Если им необходима эта услуга, мы ее предоставляем. Во время праздников пансионат посетил и мэр Венсплса Айварс Лэнбергс, маме которого скоро будет 90 лет. Мэр считает, что секрет долголетия и хорошего самочувствия кроется в постоянном движении. Градоначальник рассказал жильцам СЭЛГИ о проектах развития, которые ждут Венсплсчан в будущем, а также раздал подарки. В СЭЛГИ прозвучал и праздничный концерт. Венсплский дом социального ухода не может принять всех желающих. На данный момент образовалась очередь на следующие два года. Сегодня в пансионате СЭЛГИ живут 138 человек, а сотрудники СЭЛГИ отмечают нехватку персонала. Особенно в отделении интенсивного ухода, работа в котором очень тяжелая. Бывают случаи, когда социальным работникам центра удается поднять на ноги человека, который, живя в одиночестве, давно махнул на себя рукой и, казалось бы, утратил способность передвигаться. Необходимо, чтобы у человека было желание вставать и что-то делать, двигаться. У нас очень хорошая команда – социальные работники, социальный реабилитолог, массажист, эрготерапевт. Только командная работа может поднять на ноги лежащего человека. Получается, что те люди, которые не обеспечены социальным уходом, так и остаются в кровати? Да, именно так. Но здесь мы не допускаем этого. Иногда мы поднимаем такого человека на ноги, заставляем это делать, чтобы люди не залеживались. Тогда лечение становится более сложным. Сейчас ситуация с клиентами пансионата меняется. У некоторых есть родственники, которые готовы платить за оказание услуг социального ухода. Но, тем не менее, преимущество отдается тем, кто стоит в очереди сформированной социальной службой. Чаще всего это одинокие пожилые люди. Расходы на их проживание покрываются отчислениями из пенсий. Помогает и бюджет самоуправления. Расходы на услуги социального дома высокие? Цена со временем увеличивается? Да, в этом году цена на услуги увеличилась. Так же, как и в других местах. Я думаю, что это не дешевая услуга. Но если рассчитывать, что дома за человеком нужно ухаживать, переворачивать, учить его ходить, задействовать специалистов, дома эта услуга не обошлась бы дешевле. Я думаю, что у нас дифференцированные расходы. Самостоятельные клиенты, не нуждающиеся в уходе, платят около 400 евро. А клиенты в отделении интенсивного ухода платят 480 евро в месяц. 90% пенсии уходит на оплату услуг, остальные 10% нужно доплачивать. В этом году в актовом зале СЭЛГИ собралось гораздо меньше детей. Некоторые из них, благодаря социальным программам, на это Рождество отправились в США. Встретить праздники в семье выходного дня. В этом году дом социального ухода ждут перемены. Построят новый и удобный лифт, а также проведут косметический ремонт, чтобы помещения стали более уютными. В конце прошлого года были опубликованы результаты проведенного опроса, во время которого специалисты проанализировали самые востребованные места Венсполса, как гости города оценивают сервис и качество услуг. Согласно опросу, чаще всего о Венсполсе узнают из интернета, от друзей и знакомых. В Венсполсе регулярно проводятся различные опросы. Само управление интересуется качеством туристического сервиса, что привлекает туристов, кто и на чем приезжает в Венсполс. В 2011 году был проведен первый опрос туристов. Эти данные собраны в ходе уже четвертого опроса. Анкеты раздавали гостиницы и гостевые дома, за что организаторы опроса им очень благодарны. Причин для проведения опросов много, они разные. Например, если город тратит деньги на рекламную кампанию, то всегда появляется вопрос, почему деньги стоит тратить именно так, а не иначе. Нужна обратная связь. В ходе этого опроса выяснилось, что чаще всего источником информации о Венсполсе становятся друзья и знакомые. Узнав о Венсполсе, туристы планируют свои выходные в Венсполсе самостоятельно. Популярный источник информации и интернет. В этом году большинство сказали, что узнали о Венсполсе из интернета. Но интернет – это обширное понятие. Большое значение играют социальные сети. Мы видим, что по сравнению с 2011-2013 годом выросла роль телевидения и радио. И мы видим, что увеличился процент тех, кто прочитал в газете, в журналах. Чаще Венсполс приезжают летом. Зимой причины визита отличаются. Летом Венсполс – это море. Большинство хотят увидеть море. Они едут именно из-за моря. Им нравится ухоженный пляж и аквапарк. В среднем один человек проводит Венсполсы три дня. Этот показатель уже стабильный. Негативно и критически туристы оценивают услуги общественного питания. Многие говорят, что не хватает выбора. С другой стороны, я понимаю, почему так происходит в этой сфере. Мне трудно придумать, как радикально может что-то измениться. Среди причин, почему туристы выбирают Венсполс, чаще всего упоминается море. Море привлекает во все времена года. Туристы ценят чистоту в городе, благоустройство. Опрос свидетельствует и о том, что туристы положительно оценивают Венсполс как интересное место для детей. Положительные гости Венсполса оценивают чистоту и порядок в гостиницах и гостевых домах. Чаще всего в Венсполс приезжают гости из Литвы, Германии и России. При этом большинство выбирают для передвижения личный транспорт. Татьяна Саксаганская, Гонда Порница, Инжодзинч, Курзомское телевидение. 9 декабря на заседании Венсполской городской думы была поддержана идея Айвера Лэмберга установить новый мировой рекорд Гиннеса. Самая быстрая и масштабная одновременная посадка луковичных цветов. На сегодняшний день уже подготовлена клумба, известны все детали и установлена точная дата. В Венсполсе начались подготовительные работы к установлению второго рекорда Гиннеса. Если первый рекорд 2010 года, самый длинный в мире цветочный ковер, был посвящен 720-летию Венсполса, то второй рекорд будет подарком нашего города к 100-летнему юбилею Латвийской Республики. Новый мировой рекорд, самая быстрая и масштабная одновременная посадка луковичных цветов, планируется установить весной этого года. Известна точная дата – 8 апреля. А на Лагус Аркан Мужес уже подготовлена клумба, представляющая собой контр Латвии, внутри которого располагается цифра 100. Также выбраны луковичные растения – подснежники. Как отметил заместитель председателя Венсполской городской думы Дидзис Ошеникс, данные цветы выбраны не случайно. В Венсполсе существует традиция по посадке именно этих луковичных растений. Горожане два года подряд участвовали в субботнике по посадке подснежников в саду Ренте. Вдохновившись процессом, родилась идея организовать более широкое мероприятие. Мы получили директивы, знаем, сколько человек должно быть задействовано и в какой период времени необходимо установить рекорд Гиннеса. Также знаем, сколько луковичных растений должно быть посажено. Самое главное – превысить число участвующих. 8 апреля 2017 года в установлении рекорда на лугу Саркан-Муйжес должны участвовать как минимум 851 человек. Но, как отмечает заместитель мэра, организаторы рекорда планируют собрать около тысячи участников. Подснежники, в отличие от тюльпанов, которые были посажены в Великобритании, мы будем сажать по четыре штуки в одном горшочке. В целом у нас будет больше 20 тысяч подснежников, но зачтут нам только 5 тысяч. На Клумбе в конце декабря проводились работы по фрезерованию почвы, чтобы весной посадка луковичных растений была более легкой. Так как рекорд будет установлен в начале апреля, возникает вопрос, не боятся ли организаторы неблагоприятных погодных условий. Снег не самое страшное, что может ожидать нас 8 апреля. Больше всего нас беспокоит мерзлая почва. Мы, готовясь к этому мероприятию, внимательно изучили метеорологические данные за последние 20 лет и выбрали 8 апреля. Это достаточно безопасная дата, когда климатические условия в Латвии стабильны и прогнозируемы. Как показывают метеорологические данные, 8 апреля земля уже не мерзлая. Дидзи Сошенекс приглашает всех венсполчан, а также гостей города, не оставаться равнодушными и присоединиться к этому эмоциональному мероприятию. Пользуясь случаем, я заранее агитирую венсполчан и всех тех, кто будет смотреть этот сюжет, быть с нами 8 апреля. Нам очень-очень важно, чтобы собрались хотя бы 900 человек. Регистрация участников начнется, скорее всего, в феврале. Должны быть и запасные участники на случай, если кто-то заболеет или не сможет прийти по другой уважительной причине. Регистрация участников начнется уже в следующем месяце. Курзамское телевидение будет следить за процессом подготовки к новому мировому рекорду. Татьяна Шаховская, Инс Жодзанч, Курзамское телевидение. 26 лет за образование венсполсе отвечал Аудис Соловинскис. Талантливый руководитель, понимающий важность прогрессивного подхода к процессу обучения с учетом опыта накопленного истории образования. Уйдя на заслуженный отдых, Аудис Соловинскис планирует посвятить свое время путешествиям чтению книг. Кто возглавит венсполское управление образования, станет ясно в ближайший месяц. Возглавляя венсполское управление образования, Аудис Соловинскис за 26 лет пережил не одну реформу образования, нескольких министров. Сначала работать было непросто, но зато сейчас Аудис вспоминает эти годы с удовольствием, ведь достичь удалось многого. Мне кажется, что мы сделали рывок. Мы поняли, что современная школа не может функционировать в традиционном ее понимании. Традиционная школа себя исчерпала. Сейчас постиндустриальное общество, для которого важно личное развитие, в том числе и развитие учителей. Отношения учителей и учеников сильно меняются. Не без труда мы начинали программу действий по повышению качества образования. Сейчас мы только в начале, но в любом случае это большая ценность. По мнению Аудиса Соловинскиса, процесс формирования личности должен быть сбалансирован. Школа не должна концентрироваться только на том, чтобы ученик освоил как можно больше. Задача образования – сбалансированное развитие личности. Думаю, что в нашем городе более-менее удается осуществить этот принцип. Я всегда оппонировал тому, что результаты экзамена являются решающим фактором. Главное, чтобы личность получила знания не только путем зубрежки. Отметки – это не показатель ума. В нашем городе создана прекрасная внешкольная система образования. Думаю, что для молодежи это намного важнее, чем просто сидеть и концентрироваться только на учебе. Как показывает жизнь, разносторонние развитые люди развиваются намного активнее, идут по жизни намного дальше, они более мобильные, интересные для общества, они богатые личности. Одним из вызовов в свое время для Аудиса стало создание в Венспелсе высшей школы. Высшая школа – это не простая школа. Пришлось познакомиться с работой других высших школ, поездить к своим однокурсникам, которые были деканами. Это была серьезная и сложная работа. Уйдя на пенсию, Алдес Славинскес не собирается сидеть дома в четырех стенах. Он будет путешествовать и всегда готов дать совет, если он кому-то потребуется. Сейчас время на обязанности руководителя управления образования исполняет Оскар Стервиц. Процесс отбора кандидатов должен завершиться в этом месяце. В субботу в 11.30 на грибной базе «Дампели» состоится четвертый открытый слет любителей зимнего плавания. В соревнованиях примут участие маржи из Риги, Огры, Юрмала, Елговы, Салду, Салепа и Венсплса. Регистрация участников начнется в 10 утра. Соревнования пройдут на дистанции 25 метров. Вольным стилем предусмотрено проведение смешанной эстафеты. Молодые маржи смогут принять участие в дисциплине погружения в воду. Кроме того, без контроля времени состоится заплыв на 100 метров. Популярность уличной гимнастики стремительно растет во всем мире. Теперь заниматься уличной гимнастикой – это стильно. Венсплские гимнасты тренируются на базе Олимпийского центра, где установлены 11 различных тренажеров. Этим мероприятием мы хотим содействовать здоровому образу жизни, показать, какие в Венсплсе есть сильные люди, которые не боятся ни холода, ни ветра. Мы рады, что к нам приехали лепойские уличные гимнасты. Так что сегодня в Венсплсе лепая вместе. Мы хотели собрать людей, которые желают тренироваться вместе и проводить время, занимаясь спортом. Собралось немало людей – значит, все получилось. Заниматься можно и в темное время суток. Освещение, динамичная музыка – все создает настроение. Уличная гимнастика развивает не только мышцы, но и ум. Венсплские любители этого вида спорта создали клуб уличной гимнастики. Здесь представлено молодое поколение, которое занимается спортом, не пьет и не курит. Думаю, что это можно только приветствовать. Венсплские гимнасты участвуют в международных соревнованиях. Самый титул онвен и венсплщанин Даниэлс Лайзенс – обладатель Кубка мира. Мы благодарны Олимпийскому центру за поддержку. В новом году я желаю здоровья, любви, радости. Пусть год будет активным. Перед началом соревнований в холодное время года участники разогрелись не только с помощью упражнений, но и выпив горячего чая. Среди сильнейших спортсменов в этот раз Тонни Испругевич, Гвида Шаумс, Катерина Катэ Маттессона. Татьяна Саксаганская, Ребе Кароса, Эдгар Синдриксон, Скурзовское телевидение. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Шестой год подряд Венсполский Олимпийский центр разыгрывает большой мешок подарков среди тех, кто приобрел абонементы для посещения различных спортивных объектов города. Всего участия в розыгрыше в этот раз приняли 314 абонементов и были разыграны 47 подарков. Главный приз – семейную поездку на пароме в Нинесхамне достался Марису Бахтину. В случае, если счастливчики не присутствуют при розыгрыше, с ними связываются по телефону. Так было и в этот раз. Марис, ты участвовал в лотерее, так как купил абонемент. И ты выиграл главный приз – поездку в Швецию на 4-х человек на пароме с автомобилем. Марис Бахтин живет в Прекуле, а работает в Венсполсе. Он пообещал приехать за своим призом. Со всеми, кто не присутствовал лично, но что-то выиграл, свяжутся по телефону. Кроме того, имена победителей можно посмотреть на домашней странице Олимпийского центра Венсполс.